здравствуйте сегодня хочу вам рассказать об автомобиле nissan qashqai это рестайлинг вот выпуска 2011 комплектация здесь практически самая простая но за исключением двухлитрового двигателя привод здесь передний и 6-ти пенчатая коробка клиренса в принципе хватает вам позволит проезжать там где вы не можете проехать на обычном автомобиль пробега у нас сейчас там 46000 из заводских косяков можно сказать о том что завода забыли закрепить тягу замка передней правой двери и при закрытии мы слышали дребезг но потом его устранили второй заводской косяк но это болезнь у них это на месте скрипит руль но сейчас вот он не скрыть не скрипит я вам просто не продемонстрирую официальный дилер снизу с ямы набивает какую-то смазку в уплотнительную резинку в моторном щите где у нас рулевая колонка входит в рулевую рейку второе постоянно дребезжит накладка панели вот в этом вот месте не знаю то ли это панель то ли это жабо но на кочках издает неприятные звуки но в принципе в машине за 860 тысяч рублей это еще как бы допустимо но не хотелось бы чтобы было далее вот эти вот замечательные обшивки двери имеют эту вот обивку матерчатую она в принципе неплохая но если не попадает вода и на ней была грязь особенно как грязь пыль летние тут образуются пятна которые потом только можно сухой химчистка вывести еще что неудобно это расположение блока стеклоподъемников на самой назад отодвинул сидение но когда за рулем сижу во мне метр восемьдесят три я кладу руку и она меня упирается либо в сиденье либо вот в эту вот стойку локтем и ну просто неудобно не знают на фокусе на мандео на мазде на ауди такого проблема нет но такой как бы маленький экономический просчет его хотелось бы сюда подальше отодвинуть но здесь находится передние стеклоподъемники пальцы нормально ложатся на передние а назад не приходится бы кисть поджимать под себя так далее вот на машине 46000 пробега и вот ручка переключение передач вот видите вот желтоватый оттенок это уже краска серебристая она стерлась вот такого пластика но это на самом деле проблема не сам потому что у меня у друга не сам пример 2003 года но пробега там за 100000 она тоже вот так же в принципе вся стерлась но он качество изготовления такое не знаю на других например на всех европейских машинах такого не было у меня мандео я продал не было 40 тысяч пробега у меня салон был как нового нигде ничего не затерлась а тут даже вот ручка ну такой косяк как бы продешевили они здесь дальше что можно сказать можно сказать про центральный тоннель здесь вот два подстаканника ручник вот блок управления подогревом и блокировки дверей и тут можно стать удобным телефон небольшой класс но конечно iphone сюда не влезет но как я уже в другом отзыве говорил у меня nokia за 990 рублей и она сюда просто великолепно влезает вот еще что не нравится что он вот видите что он шатается почему это на всех машин и на новом ну что вот это такое ладно далее где-то на 35 тысячах пробега была проблема с выжимным подшипником там по моему порвался пыльник или что-то я уже не помню и но поскольку мы не каждый день под капот смотрим начало ухладить тормозная жидкость муж бачок один на усиление сцепления и на тормозах вот и из-за этого потянул за собой выход из строя синхронизатора 3 передач в итоге когда мы со 2 на 3 переключаем все начало хрустеть его заменили вот ремонт шел пару порядка полутора месяца потому где-то две недели шло на то чтобы разобрать коробку чтобы дефектовать что на самом деле вышел из строя синхронизатор вот и на заказ запчасти запчасти если не память не изменяет официальный диллер почему разговаривали с директором автосалона идут с голландии вот сама машина собрана великобритании не помню в каком городе но в итоге сделали но все равно коробка не так четко переключается вот далее чтобы поменять лампочки в передних фарах здесь фар обыкновенный по инструкции надо просунуть руку между фарой и там если допустим с правой стороны коробка в которой находится предохранители и пальцами привернуть но слева стороны в принципе тоже самое я сам худой у меня пальцы пианист сама кисть маленькая там кое-как их могу поменять вот допустим если у вас килограмм стоя у вас здорово деревенская рука я не представляю как вы будете лампочки меня причем лампочка меняется без снятия фара и и просто так не снимешь там два сверху и самореза я их откручивал фарка стоял на месте так и стоит но проблем такая есть вот музыка здесь не помню 4 по моему колонки спереди и сзади она в принципе играть достаточно качественно но если играют басы то двери дребезжат не знаю то ли динамики так дребезжат то ли обшивки двери но в общем во многих других автомобилях где установлена штатная музыка она играет более качественно с точки зрения воспроизводения воспроизведения низких частот вот шумоизоляция передних арок вообще здесь в принципе великолепно она практически равняется шумоизоляции арок в машинах класса д ну например мандео 4 mazda 6 camry предыдущие volkswagen passat в принципе неплохая намного лучше например чем во втором фокусе в пятом шестом гольфе в короле и так далее вот но подкачала шумоизоляция вот задней части автомобиля вот когда мы едем по трассе на скорость где-то 120 130 километров в час вот и задних дверей или из багажника слышен ветер вот он как бы забывает получается в щели между дверью кузовом и его двери ноги и уплотнители просто на самом деле об этом это заметил не я вот задней пассажиры после того например тот момент когда купили кашкале у меня был фокус в фокусе едешь до на фокусе 5 ступенчатая коробка на скорости 100 километров в час 3000 оборотов здесь на скорости 100 километров в час наверное где-то 2 200 2 300 за счет 6 передач то есть в принципе тише арки меньше шумят коробка смысле двигатель меньше шумит из того чтобы низкие обороты и 6 передач а вот сзади ну там идет завывание ветра такое ощущение что немножко не до закрыто окно но это на самом деле тоже такая вот особенность конструктивно не знаю чем связано так вот сзади место в принципе не очень но вот есть посмотреть вот так обычно сидит передний пассажир ростом порядка метра восьмидесяти вот у меня тоже у друг у дружбана есть киа спартаж я сам на собой садился и у меня получалось где-то наверное сантиметр на три на четыре для коленей мест побольше далее расход но если допустим двухлитровый мандео на механике жрет 11 литров двухлитровый фокус второй на механике жрет 11 литров порядка но плюс-минус вот то в этом же режиме кашка и двухлитровый на механике с передним приводом жрет порядка десяти в принципе это экономично но машина кстати достаточно легкая вот мандео снаряженная масса вот двушка на механике порядка полутора тонн здесь сидит килограмм на 20 поменьше машина весит далее в принципе здесь ничего не скрипит за исключением той накладки про которую я вам говорил вот панелька вот сверху здесь вся мягкая мягкий пластик это жесткий это тоже жесткая сверху двери тоже так имеет мягкий пластик но не жестко над в принципе нормально здесь тоже жестко но более-менее достойно сделано ну что candy кондиционер как кондиционер работает бардачок достаточно удобно туда можно вовнутрь много чего запихнуть плюс еще есть вот такое отделение допустим вот не ездит все стал туда всякие свои таблетки какая тут косметика лежит очень понес все удобно багажник принципе тоже имеет нормальный объем и что самое главное нормальную геометрию он по максимуму используется можно использовать его объем вот вот эти вот воздуховоды до чем-то напоминают например воздуховоды в логане вот на мандела в принципе тоже такие круглые но у них есть один большой плюс что их можно повернуть как хотите куда хотите на градус в левее на градус правее чуть выше чуть ниже то есть на самом деле когда такие круглые воздуховоды они могут крутиться в любую сторону и направлять воздух в любую сторону мне нравится когда вот такие они вот поскольку комплектация почти самая простая подсветка есть салон только вот это вот одна сейчас у меня машины не заведена сейчас ее заведу вот сразу пробег чтобы не врать 46000 подсветка только здесь вот есть здесь ее нету пассажира я тоже нету вот кстати даже заводские наклеечки остались general motors вот здесь ручки нету дальше везда не есть они кстати с доводчиком тут не будут вам а потолок колотить например как в девятом лансере ну в принципе машин неплохая своих денег стоит она в 2011 году стоила 860 тысяч но в воронеж за такую цену машину можно было купить но мы просили скидку на мы здесь никто не давал в москве сделали скидку в 60 тысяч 800 тысяч рублей в принципе машина обошлась сейчас наверно она будет наверно в такой же комплектации в районе по моему 880-900 тысяч так ну в принципе все больше я не знаю здесь каких-то косяков машина сделан так как типичный кроссовер для комфортного передвижения по городу чтобы не бояться за бампера за пороги где-то сесть на брюху переднего привода достаточно многие берут передний пыл потому что полный привод это переплата непонятно за что если вы ездите только по городу для девушки автомобиль вообще лучше в принципе не придумаешь у меня сестра в восторге они вот есть на косяк это вот коробка была самый большой все остальное кто-то скажет это придирки ну да придирки я люблю к машине придираться потому что ты же платишь не сто тысяч за вас каком девяносто пятого года выпуска где по хрен какая машина ваш по наездила особо мазинника пассива когда выкладываешь сумму почти миллион рублей можно и придираться